Ключик для подтяжки. Вот он достается, здесь же и хранится. Штабель служит для опоры руки при работе над мелкими деталями в картине. Крепится он на угол подрамника. Вот эта площадь выбранная не касалась живописной поверхности. Держит легко килограмм, гарантированно до касания он не касается. Эта прокладка была примерно в стык с поверхностью холста. Ставишь на нужный угол, например, какие-то, искать эти точки схода или еще что-то. Вот поработал, если не нужно, немножко убрал. Тончайший подбор цвета на одной плоскости. Добрый день, друзья! В этом видео я сделаю подробный обзор на мой муштабель. Многие просили сделать какое-то подробное видео с описанием нюансов, как пользоваться. Вот что я сейчас и сделаю. На данный момент существует три размера, в продаже три размера инструмента. Это большой муштабель, собственно, малый, он же средний получается, и мини-муштабель для миниатюр. Вот сейчас я их открою. Так, вот распечатали. Вот немножко подтянуть. Нужно за время хранения могли немножко рассохнуться. Вот здесь у каждого инструмента в прижимной планочке ключик. Ключик для подтяжки. Вот он, вот он достается. Здесь же и хранится, чтобы не потерять. Так, вот тут немножко плотнее. Вот шестигранничек. Вот так подтягиваем. Иногда можно просто ключом. Иногда, если проворачивается гайка, гайка здесь специальная, я о ней чуть позже расскажу. Ну или сейчас, пока не забыл, гайки это с нейлоновыми кольцами. Они не раскручиваются. Как ни крути инструмент, по часовой, против часовой гайка не ослабляется. Это как бы важный момент для работы инструмента. Вот придерживаем обычный ключом десяточкой. Можно вот так чуть-чуть поджать. Инструмент в работе не должен быть очень сильно пережат. Вот так немножко. Он должен свободно вращаться. Как по часовой, так и против часовой. И в то же время не опускаться сам по себе. Вот если вот отвести вот так вот в положение. Так видит камера. Ну вот. Ну, чтобы он не опускался. Вот этого достаточно. Это за исключением, когда вешаешь какое-то дополнительное оборудование типа линейки. Я сейчас чуть позже расскажу об этом. Итак, муштабель. Служит для опоры руки при работе над мелкими деталями в картине. Скрепится он на угол подрамника или же жесткого графического планшета, когда занимаешься графикой, рисунком. Ну, то есть планшета, знаете, фанера какая-нибудь жесткая. И на угол точно так же можно крепить. Крепится он с помощью вот этих барашков. Вон барашки здесь. Подпружиненные барашечки, чтобы они там не болтались, чтобы было вот когда раскручиваешь, чтобы они принимали нужную форму. Это называется струбцина. Это подпружиненные болты мебельные, никелированные, высокого качества. Одевается на угол, на все четыре угла можно одевать инструмент. Вот так вот. Раз. И зажать струбцину. Вот так. В два оборота и все. Болты достаточно большие, специально сделаны, точнее, барашки вот эти, чтобы даже женской рукой можно было с необходимой степенью зажатия справилась даже женщина. Ну, то есть вы понимаете. Здесь не нужен больше никакой инструмент. Вот его правильное закрепление. Про закрепление важно. Здесь есть в инструменте выбрана выборка, или как это, вот такой треугольник выбран внутри. Так, на камеру покажу. Видно? Вот этот паз. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы вот эта площадь выбранная не касалась живописной поверхности. Муштабель крепится до, то есть угол подрамника крепится прямо в упор вот в эти болты с пружинами. И, соответственно, он касается только небольшой части. Вот буквально тут сантиметр и тут сантиметр. Сейчас здесь будет, наверное, видно. Вот он. То есть вот эта щель, она вот так вот должна выглядеть. То есть здесь нет касания поверхности холста. То есть он не ложится на уголок с краской, а ложится только на самый-самый краешек поверхности холста. И, тем не менее, очень крепко и надежно держится. Каков принцип работы? Сзади струбцина инструмента сцепляет две рейки вместе в единое целое. И сам рычаг, вот этот вот рычаг инструмента двойной, он как бы как вектор между этими двумя рейками и работает. То есть он собирает упругость как одной рейки, так и второй, зажатой. Соответственно, вот здесь вот он держит достаточно упругий вес. Ну, то есть работает. Если бы закрепить вот или к этой же рейке, или вот к одной из двух рейек, этого бы не было. То есть он бы проседал. То есть рейка бы болталась, проседала. Тут зажато два сразу. Собственно, вот в этом и есть принцип работы. Собственно, у меня поэтому и патент есть. Патент выдали именно за вот эту вот мысль. Так, вот. И он достаточно упругий. Сейчас я покажу на примере. Вот в обычном разложенном положении инструмент держит легко килограмм, гарантированно. До касания он не касается. В некоторых положениях он и два килограмма держит. Может быть не в этом самом растянутом, но вот уже вот в таком каком-нибудь. Вот он тут, наверное, и пять килограмм выдержит где-нибудь вот так. Вот он, два килограмма, вот видите, не касается. Вот, не касается. То есть рука достаточно сильно может придавливать этот инструмент, он не коснется поверхности. Большой муштабель тоже. Сейчас я попробую одеть большой муштабель. Большой закрепляем на большой метровый холст. Вот, пару вращений. То есть не нужно крепко, повторюсь, усилия непросто. Большого усилия хватит, чтобы очень надёжно закрепить муштабель на подрамнике. Вот, кладу. Точно так же, вот килограмм, вот он спокойно держит килограмм, не касаясь. То есть в таком положении растянутого. То есть средний вес около двух килограмм. Так что вот этого упора гарантированно хватает для комфортной работы над мелкими деталями на участке, ну на любом участке, который покрывает инструмент. Кстати, особенно это полезно, важно, вот это сопротивление инструмента для пожилых людей. У кого тремор, у кого что-то. Мне когда-то прислали целая школа или студия из США благодарственное письмо по поводу этих муштабелей, которые я отправлял. то, что, ну мол, якобы они стали заново писать, почувствовали, как это, мелкие детали и всё такое. Это если настроить инструмент покрепче, вот я прям буквально каждое, вот эти два болта подкрутить максимально крепко, вот, ну до разумного предела, конечно, то этот инструмент будет держать не только вот это сопротивление, но ещё буквально как рычаг какой-то вот на сопротивление вниз, то есть можно даже немножко повесить руку, как бы он держит не только в этом положении руку от тремора, но и от вот этого. Вот, особенно если перекрестить, я об этом покажу, если не забуду ещё, вот этот болт можно перекрестить вот сюда и сюда, то есть он как ножницы будет, тогда вот эта сила, сила рычага сопротивления становится очень мощной, очень, то есть он превращается прямо в такой металлический что-ли инструмент по своей силе, у него нет, пропадает вообще эта упругость и всё зависит от самого основания, скорее основание уже гнётся, чем вот эта вот конструкция. Для обычной работы он должен легко двигаться, легко перемещаться на нужный вам участок работы, но не падать. вот, это легко настраивается, он потом, кстати, притирается, первое время может немножко так, как бы, ну опускаться, не знаю, вот такой может быть теоретически, не знаю, у меня такого не было, но допускаю. Вот, он потом притирается, притирается вот эти детальки, тут, кстати, есть нейлоновые кольца, вот не забуду, скажу, да, болты качественные, болты не откручиваются, они не должны откручиваться, это с нейлоновыми такими шайбами, и тут ещё есть тефлоновые колечки для вот этой вот спокойной, то есть он не дёргается, знаете, вот если на плохом лаке он бы дёргался, вот так вот, тефлон не даёт, то есть перемещение плавное, собственно, плавное, комфортное. Вот. Так, дальше. Ну, собственно, почему я сделал ещё инструмент, я когда-то пользовался какое-то время классическими масштабе, или вот у меня его нет, ну, вот, сами знаете, палка с набалдажником, неудобно чем, что всегда занята рука, левая рука управшая всегда занята, тут тряпку нужно держать, тут вот не знаешь, что с этой палкой делать, и плюс далеко не всегда можно упирать работу, особенно если она большая, ты не всегда до края достаёшь, иногда нужно опирать вот этот кожаный замшевый шарик на поверхность, если у тебя алоприма, ты уже не можешь опереть этот шарик на поверхность, чтобы что-то писать, и к тому же недостаток тот, что ты всё время думаешь, куда опереть можно, куда нельзя, чтобы не вымазать поверхность и так далее. Вот. Здесь же, тут проблем нет, ты поработал, он тебе не нужен, ты его спокойно отвёл в сторону, и всё, больше он тебе не мешает, можно вверх, можно вниз. Вот, инструмент крепится на четыре угла, то есть его можно, он легко крепится там как налево, так и вплоть до, вот если у вас вот такого плана какой-то мольберт есть, ну или большой холст, где есть за что зацепить, он и сюда, и сюда точно так же крепится, вот можно вниз закрепить, и то же самое вот тут работать, вот, то есть всё, все степени свободны. Вот, соответственно, и по длине, вот сейчас я тут пометил сколько они, так вот малый муштабель раскладывается на 72, на 70 сантиметров, то есть от болта до кончика, большой на 90, 95 сантиметров, минимум штабель на 52 сантиметра, вот это расстояние 52 сантиметра, от болта до кончика, но тут ещё нужно учитывать, что рука с кистью ещё даёт, может дать спокойно от 10, там чуть ли не до 15-20-15 сантиметров, то есть учитывайте и это, кроме того, инструмент можно прикрепить с помощью вот такой прокладки, она в комплект не идёт, она отдельно продаётся, и вот этих двух длинных болтов, её можно прикрепить на центральную рейку, центральную или боковую, у кого какая мольберта. сейчас я покажу тоже, как это делается, вот, кстати, вот эти болты из комплекта вот этой могут, здесь он одевается до, сейчас скажу быстренько, до какого размера может захватывать, вот, здесь муштабель может захватить подрамник до трёх с половиной сантиметров, три с половиной сантиметра толщина подрамника, может его захватить, обычно такие не делают, они или узкие в районе двух сантиметров, или уже галерейные, такие широкие, там, я не знаю, сантиметров шесть, вот эти болты могут до восьми сантиметров захватить, то есть меняются болты, ставятся, и с помощью, опять же, одевается назад вот эта конструкция с барашками, и нужно зажать, собственно, любой толщины до восьми сантиметров, уже таких я не видел, подрамник, вот, что делаем, чтобы установить стационарно на мольберт, раскручиваем вот эти барашки, снимаем шайбочки, и вот эту верхнюю прижимную планку, потом снимаем, меняем вот эти, наверное, шестьдесят миллиметров болты, но вот эти длинные, они квадратные, не прокручиваются, специально сделано, нужно попасть в квадратик этот, вот, вставили болты длинные, потом сюда нужна вот эта вот прокладка 2-сантиметровая, для чего она нужна, эта прокладка, она нивелирует толщину подрамника, то есть вот если здесь подрамник, нам нужно, чтобы, так видно, чтобы эта прокладка была примерно в стык с поверхностью холста, и только тогда правильно работает муштабик, без этой прокладки, он, соответственно, больше утопает, и тогда уже цепляют вот этот угол, так что это необходимая такая коррекция глубины отхода, потом ставится сюда, обратно же планка, вот эта вот, можно пружины поставить, но здесь обязательно, и зажимается крокодильчиками, опять же, или как это называется, барашками, то есть вот он намертво снился с мольбертом, вот, если не нужен, он вот так отводится, если он нужен в работе, у меня вот такой конструкция, у всех конструкций разные, то он работает вот так вот, нужен, не нужен убор, в таком случае, кстати, когда к центральной рейке крепится мольберт, то вот эти вот сколько, 70 сантиметров, то он больше радиус захватывает вот этой поверхности, то есть большие холсты, например, вот этот, если его повесить на угол, он, соответственно, вот где-то вот отсюда будет доставать, здесь, как мы видим, при таком креплении по центру, сверху, он больший радиус холста захватывает, и к тому же можно немножко и холст подвинуть вот в нужную, тебе нужную сторону, метровую, сюда вот какой-нибудь даже вот этот небольшой средний масштабель, он может дать работать с метровым на 50 на 100 сантиметров, то есть он его покрывает, вот сюда добавили, то есть здесь поработаем, плюс еще добавили 10 сантиметров, 15 сантиметров то, что нам кисть может дать, то есть вот этого хватает, большой же инструмент, ну, соответственно, он уже спокойно работает где-то там с квадратными метр на метр, если его сюда закрепить по центру, вот, упругость тоже высокая, у этого чуть меньше, поскольку упругость, поскольку тут рычаг большой, но тоже, повторюсь, вполне достаточно, для минимум штабеля, вот хорошо, что вспомнил, прокладка не, нет прокладки, по крайней мере, сейчас в продаже, поскольку здесь зауженные места, вот это вот, оно не такое широкое, здесь оно, по-моему, 6 сантиметров ширина, 55 миллиметров ширины возьмет вот эта вот прокладка, то есть можно будет повесить дополнительную прокладку, здесь, соответственно, меньше, мы не стали делать с моим краснодеревщиком вот эти прокладки, они и так хорошо держатся на малых размерах, на малых размерах вот этот инструмент может работать спокойно до размера, наверное, 40 на 50, сейчас посмотрим, да, 40 на 50, прекрасно хватает, ну, соответственно, самый уголочек там, если нужно, немножко можно будет или перевесить на левый угол, или так, кстати, муштабель удобно для художника левши точно так же, вот, если его вешать на левую сторону или же на правую сторону, левша тоже, были отзывы, все в порядке, и с художниками левша, это что касается такого варианта закрепления, если у вас есть вот такая каретка, или как это назвать, на муштабе, на мольберте, то еще более удобно прикрепить к нему, вот как я сделал на свой инструмент, на свой мольберт, просверлил две дырки, точно так же прикрутил барашками, и он уже намерко держится у меня вот здесь, сейчас я болтики поменяю, инструмент изготовлен из бука, бука это легкое, очень прочное и упругое дерево, разное дерево я пробовал, бук остановился на буке, он красивый и по всем параметрам, подобрали лак с краснодеревщиком, инструмент, кстати, изготовлен вручную на небольшом предприятии, все это готовится, лак алкидный, за ним хорошо ухаживать, то есть после работы масляная краска, да и засовшая краска легко стирается, обычной влажной салфеткой все это стирается, вот, инструмент по сути сделан из дерева, из бука, стали и по сути ломаться здесь нечего, если гвозди не заколачивать этим инструментом, он прослужит многие десятки лет, я уверен, тут просто нечем ломаться, он прочный в общем, прослужит десятки лет еще по наследству, кому-нибудь можно передать, вот, все углы здесь в инструменте продуманы, здесь не так просто все, здесь каждый угол это отдельная история, вот, все это запатентовано, патент находится у меня, вот, сейчас еще несколько слов о том, что может дополнительно этот инструмент, он, соответственно, сейчас я это покажу, на него можно вешать линейку, можно, так, пружинка потерялась, итак, как повесить линейку, нужна линейка, широкая, более-менее широкая, или какая-то рейка, длина, в данном случае 50 см, можно немножко больше, да, можно больше, она не будет задевать, можно сантиметров, наверное, 70 повесить, что-то, к обратной стороне, не сюда, иначе она будет задевать за вот этот, ну, это для, как это называется, ручка для управления, на обратную сторону, болтик нужен, болтик, желательно со скрытой головкой, чтобы она не торчала, не упиралась, потом не царапала поверхность, можно шайбочку подложить, сюда шайбочку можно подложить, это болт троечка, точнее, четверка, сантиметра 3, можно короче, наверное, сантиметра 2 достаточно, и главная гайка должна быть с нейлоновым кольцом, вот как и на сочленениях инструмента, так и здесь, камера возьмет или нет, вот это вот нейлоновое колечко, я скриншот вставлю, как это выглядит, гайка, для чего, для того, чтобы не раскручивался, иначе через несколько телодвижений, гайка, любая гайка ослабевает, и все это болтает, так, закрутили, вот так оно должно, с сопротивлением, с каким-то, вот я повторюсь, не раскручивается, такая гайка, она дает инструментам такое постоянное напряжение, не дает раскручиваться. А, да, хорошо вспомнил, иногда бывает такое, что гайка все-таки раскручивается, это вина гайки, не инструменты, иногда бывает вот это колечко нейлоновое, оно слабенькое, то есть оно вот работает, работает, иногда становится, что инструмент вот так вот перестает держаться, и он как бы повисает, рычаг опускается, что для этого нужно сделать? Всего лишь нужно, нужно подкрутить инструмент максимально прочно, ну не максимально, разумно прочно, подкрутить гайку, потом сделать несколько оборотов по часовой стрелке, 2-3 оборота по часовой сделали, там все притирается намертво, когда с давлением, и потом несколько проверочных оборотов против часовой, и все, и гарантированно, ну и гарантированно, то есть всегда так бывает, что вот это вращение, опускание гайки прекращается, там все это как каким-то образом притирается, и этот недостаток исчезает. Вешаем инструмент на уголок, вот прикрепили, я так особо не пользовался вот таким устройством, но мне не нужно таких особо ровных линий, как бы достаточно и кривоватых линий, но те художники, которые городской пейзаж пишут, тоже было несколько хороших вызов на вот это вот способление, кто приноровился им работать. Вот должно быть более-менее прочное сопротивление, ставишь на нужную, нужно тебе угол, например, какие-то искать эти точки схода или еще что-то, и короткой линии, именно короткой, это те же художники, которые пишут городской пейзаж, писали, что короткая щетинка, какая-то кисточка недлинная, с длинным волосом, с коротким очень хорошо все это чертят, карандаш чертят, короткая, с длинным волосом, он слишком чувствительный к давлению, вот если, вот к такому давлению, если ты можешь тонко писать, не без давления, ну, то есть не давя, у тебя ровная линия, тогда ровная линия получится, если вот так вот немножко плясать будет, то линия будет, грубо говоря, вот такая. Чтобы этого не было, берем обычную жесткую щетинку или короткую кисточку с коротким горстом, тогда особо как не дави, линия ровная, вот, ну, правда, не такие, можно поуже поискать кисточку, вот, и у людей все прекрасно получается, да, для пейзажа. Так, теперь, что еще можно, можно повесить лупу на, для мелких работ. Итак, вот это увеличительное стекло, я в переходе купил, в районе 1000 рублей, 1200, по-моему, 12 сантиметров окошко, вот, тут я немножко, ну, они все разные, их можно по-разному сделать, тут, она вот у меня с таким железным, я сюда забил чопик деревянный и за две минуты чопик подобрал, и сюда же обычный саморез. Саморезик, можно вот сюда чайпочку подложить. Прикрутили. Это, как я подозреваю, я не пользовался тоже широко, не пользовался вот этой вот приспособлением, зрение еще более-менее нормально справляется с задачами, с такими, но действительно очень удобно работать, я так думаю, у кого совсем уж мелкое письмо, вот, да, так можно освещение включать, ну, если, не знаю, в вечернее время можно, я думаю, как удобно и тут LED-лампочки вот эти маленькие. Вот, то есть, вот, ты берешь на нужный участок работы какой-нибудь, ставишь, расстояние, большая лупа, и вот достаточно, чтобы оба глаза видели без искажений, без особых искажений, предмет маленькая, у меня где-то маленькая валяется, она ей неудобна, вот это удобно. Вот, работаешь над детальками, ты видишь очень четко, здесь увеличение примерно один к двум, больше и не нужно, может быть, какие-то мощные увеличительные стекла бывают, но, как правило, они более тяжелые, нужно обычное пластиковое, не стеклянное, стеклянное очень тяжелое, но просто инструмент, возможно, опускать. Нужно пластиковое с небольшим увеличением, там, полтора или два, этого достаточно, вот я вижу очень хорошо, ну, да, примерно один-двум, я не помню, во сколько оно увеличивает, вот, ну, примерно так, вот, поработалось и не нужно, немножко убрал, вот, как бы, вот так. Думаю, в старости буду работать именно с таким приспособлением. Так, что еще? Мини-палитра. Можно закреплять на вот эти отверстия, если стационарная какая-то такая, более-менее крупная, или же вот такую обычную пластиковую какую-то там беленькую крышечку, вот я нашел вчера, подготовил, вот, пластиковую, на двойной скотч, куда-нибудь вот в районе вот сюда, вот рядом с рукой, ну, может быть, вот сюда. Вот, все. Итак, вот эта мини-палитра держится, она как одноразовая, можно выбрасывать, можно чистить, она не мешает, вот так ее нужно убирать. Для чего? Для тонкой подгонки цвета. Я тоже не пользовался, как бы, я стараюсь с палитрой делать глазом, цеплять, но когда рядом, рядом оттенки, это очень кому-то помогает. Когда тончайший подбор цвета на одной плоскости, когда освещено одним светом, когда палитра стоит в той же плоскости, что и картина, точно так же бликует, соответственно, меньше искажений. Меньше искажений, меньше ошибок. Портретисты оценили, некоторые портретисты оценили. Вот, что еще? Да, референс можно вешать. У меня есть отдельная штучка с референсом, посмотрите видео, там есть отдельная, очень такая удобная для референсов приспособление, но можно и сюда его вешать, если вот немножко ослабить зажим, и за обратную сторону. Вот так, может кому-то пригодится это, ну, кто работает с фотографией. Да, еще хотел показать, как перекрещиваются вот эти, вот смотрите, здесь примерно, как я и говорил, примерно килограмм, два, наверное, вот в этом положении здесь. Но если же перекрестить, я сейчас, наверное, на большом муштабеле покажу, вот этот болт вставить вот сюда, вот они совмещены, два отверстия, вот эти вот сюда можно повесить, поставить болт, чтобы работать большим инструментом на малых размерах. Это, конечно же, не так удобно, как работать с мини-муштабелем, он все-таки удобнее, то есть своему размеру желательно, чтобы инструмент соответствовал, но как вариант можно. И, соответственно, очень сильно повышается упругость инструмента. Вот ставим сюда. Сюда. Да, кстати, здесь вот эти отверстия завальцованы, если ставить палитру или что-то еще вы придумаете, они завальцованы, болты сюда топятся без выпирания, и вот этот рычаг их не замечает, как бы он поверху идет. Так, ставим сначала тефлон, потом шайбу, потом гайку. Вот, поставили, зажали. Вот, соответственно, рычаг здесь стал намного меньше, инструмент уменьшился, и, соответственно, повысился рычаг сопротивления, что ли. Вот это я на большом показал, он стал примерно по сопротивлению, как малый муштабель. Если малый муштабель вот так перекрестить, или мини-муштабель, соответственно, еще все меньше, меньше, меньше радиус рабочий, но в то же время повышенная упругость. Вот, здесь упругость повысилась явно. Ну, наверное, и все на сегодня. Кажется, все, что хотел, я рассказал. Заходите на мой сайт, ищите ссылку в описании к видео, смотрите актуальные цены к этому инструменту. Кому понравилось, заказывайте. Уверен, что вам понравится. Еще ни одной плохой рекламации на него не было. Ни одной за все эти годы. Продал я их очень много. Да и сам, собственно, без него не работаю. Это вот то, чем я горжусь. Одним из того, что я сделал, это вот этот вот инструмент. Первый день будет непривычно, потом без него просто тоже уверенно работать не сможете. Так что все на сегодня. Удачи, хорошего дня, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok